Ничего-то нету, мы люди заброшенные. Нет, ну вот недавно о них вспомнили. В сей Вологде сообщили по радио, мол, двор на Карла Маркса 3 отремонтирован. И жильцы из квартир сразу высыпали. Не смотреть, нет, тростями белыми ямы все пересчитывать. А у меня оба стеклянных глазах, нечего смотреть-то. Общество слепых строило этот дом. И сейчас полтора десятка жильцов здесь ходят на ощупь. Во дворе каждую колдобину держат в памяти. Вот тут яма есть, небольшая. Тут позасыпали немного песком-то, было еще глубже. Ошиблись, видны, радийщики. А ямы на асфальте каждый день множатся. И разрастается эпизодами травматологическая история здешних жильцов. В каждом подъезде по нескольку случаев переломов. Вот эта рука у меня была сломана в кости. Я шла с магазина, несла сумку, у меня нога подсказнулась. А там яма, я раз и прямо и свалилась. Гипс наложили, руку подремонтировали. А двор и сам дом без ремонта уж более полувека. А эта беда может коснуться не только жителей этого дома. Мы же все под балконом ходим. Вот под этим балконом на втором этаже он угрожающе наклинился. Видна трещина. А многочисленные прохожие на этой улице о опасности не подозревают. Балкон смогут сделать только при капитальном ремонте всего дома. Его обещали начать позапрошлом году, потом в прошлом. Теперь же перенесли на следующий год. Но терпит ли время? Посмотрите от стены, насколько уже отошло. От основной стены вот крепеж. Восемь лет, как Людмила Борисовна сюда переехала. А на собственном балконе не была никогда. Страшно. Хотя, когда по очереди получала квартиру, просила. Штукатурку, обои беру на себя. Отремонтируйте только балкон. Когда меняли окна, да, обратили внимание сразу же. Я даже не успела даже предупредить. Сказали, что скоро спряшете. Я говорю, не спряшу, не выхожу, потому что. Но ведь во двор все выходят, а там полоса препятствий. Люди с остаточным зрением помогают преодолеть ее друзьям по несчастью. Тотально слепым. Женщины вот уж приспосабливаются всяко. По стеночке дома, так допустим, в ту сторону, обратно, вот здесь так по стенкам шаримся. Соседние дворы уже сияют ровным асфальтом. Их сделали в этом году и сэкономили 600 тысяч. Их чиновники запланировали потратить на этот двор. Насколько у нас получается по экономии средств от проведенных конкурсов. Есть уже наказ руководителей о том, чтобы включить ее в программу. И мы предполагаем, что это у нас получится. Через левое плечо нужно плевать или через правое. Управляющие компании сомневаются, лишь бы не сглазить. Уже на следующей неделе работы во дворе могут начать. Но даже директор жилстройсервиса переживает, мол, дом будто проклятый. Обещанный ремонт срывается каждый год. Юлия Махова, Василий Попорин. Новости Вологды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова